Ворские сотрудники газовой службы продолжают подключать газ к домам, которые были потоплены ранее из-за паводка. Газовщики сейчас приводят оборудование в надлежащее состояние, прочищают горелки, восстанавливают автоматику, а после подключения проверяют работу. Этапно у нас первое, что ведется, работа на сетях газораспределения, соответственно, продувка газопроводов, освобождение от воды, потом продувка газом. И непосредственно мы выполняем работы по подготовке газопользового оборудования, это внутридомового газового оборудования. Это разборка, сушка, необходимые, если какие-то замены запчастей, производим замены. Когда уже подается газ до ввода в дом, соответственно, ребята уже выполняют пуск рожек оборудования, проверка работоспособности этого оборудования, ну и, соответственно, инструктаж абонентам. В данный момент мы проводим очистку печной горелки от копоти и от последствий паводка. На один дом у специалистов уходит около полутора часов. Заявки формируются и после в порядке очереди выполняются. Распределяются по бригаде заявки, по 12-15 заявок на одну бригаду, соответственно, мы выполняем в порядке очереди. Но непосредственно, если люди подходят миной заявок, мы стараемся не отправлять их на телефоны, соответственно, выполняем сразу в текущем порядке. Директор филиала АО «Газпром» газораспределения Оренбург в городе Орске Дмитрий Бухало напоминает Арчанам, что самостоятельное подключение оборудования может стать причиной его замыкания. Особое внимание хотелось бы обратить, что самостоятельный пуск в работу потопленного энергозависимого газового оборудования может привести к его замыканию, то есть перегоранию и выходу прибора из строя. Поэтому по всем вопросам необходимо обращаться в филиал в городе Орске. Подать заявку на визит специалиста для проведения работ по пуску газа можно на сайте или по номеру телефона в Орске 298 302.